План выходного дня Правильно, в Невьянск встречаться со знаменитой наклонной башней А в качестве бонуса на обратной дороге – драгоченное село Шурала В свое время там жили одни старатели из капсулы золота Собственно, и по сей день в Шурале ведется золотодобыча Так что я отряхиваюсь и отправляюсь в путь План выходного дня – это реалити-гид по местам и городам Уральского региона Которые стоят того, чтобы потратить на их посещение свободный день В конце нашего путешествия мы оценим его последующим параметром Первый – насколько было интересно Второй – финансовая привлекательность Или насколько велики были затраты И, наконец, третий – географическая доступность Добраться до Невьянска можно на электричке, автобусе, либо машине На пригородном поезде ехать 2 часа Билет стоит 115 рублей Выбрав автобус с пути, будете находиться час 40 минут И потратите 189 рублей На автомобиле я доехала за 1 час 20 минут Стелла на въезде в Невьянск расположена таким образом Чтобы через нее легко просматривалась визитная карточка города – наклонная башня Однако, видимо, из-за ненастной погоды Разглядеть главную достопримечательность оказалось весьма непросто Пошел дождь, но он не помешает мне оккультуриться Я приехала к Невьянской башне Многим знакома Пизанская башня, она тоже наклонная, находится в Италии Но наш это на 30 сантиметров выше и на 400 лет моложе На ограде мы видим двух прекрасных зверушек, двух соболей Эта символика здесь находится не случайно Это эмблема завода Демидовых Прогулявшись по окрестностям, я отправилась на экскурсию в башню Стоимость – полторы тысячи рублей с группы до пяти человек У туристов также есть возможность посетить экспозицию «История Невьянского края» в 17-18 веках Итак, мое путешествие по окутанной легендами Демидовской башни начинается Официальная научная версия наклона гласит о том, что башня стала выполняться в процессе строительных работ Которые были начаты на слабых и благоприятных грунтах, вблизи воды Угол наклона башни, максимальная точка наклона башни 3 градуса 16 минут Расстояние наклона башни в направлении юго-запада, ориентируясь на Невьянский заводской путь, километра 20 сантиметров Есть и другая версия, почему Демидовская башня наклонная Она менее правдоподобна, зато более поэтична Сразу после завершения строительства сын Никиты Акимфи Демидов вместе с архитектором поднялся на самый верхний этаж и спросил, смог бы он построить лучше Тот ответил хозяину, что смог бы, и Демидов повелел сбросить зодчего на зим На утро горожане заметили, что башня накренилась, а с ее стен потекли ручейки воды Строение будто заплакало, а Невьянский пруд – это не что иное, как слезы башни На первом этаже раньше недолгое время располагались арестантские палатки А сейчас здесь экспозиция, посвященная самой распространенной легенде о башне Якобы Акимфи Демидов в тайне от государства в подвалах здания чеканил серебряную монету Узнав о том, что к нему с проверкой едет ревизор, Акимфи издал страшный приказ Открыть потайные шлюзы Невьянского городского пруда и затопить подвалы вместе с рабочими и инструментами, чтобы смыть следы незаконной деятельности К счастью, это только лишь легенда Учеными было доподлинно установлено, что подвала в башне никогда не было А я отправляюсь на второй этаж Загласно документам эпохи 1740-х годов, здесь находились похожие исключения Кто проживал в этих погодах? Возможно, что смотритель башни, возможно, смотритель часов, но явно, что не Демидов У них неподалеку от башни была усадьба, состоявшая из шести двухэтажных камерных домов Сейчас Демидовские усадьбы находятся в полуразрушенном состоянии, но их собираются реставрировать в самое ближайшее время Мастер-оружейник Никита Демидович Антюфеев родился в Туле 26 марта 1656 года Будучи талантливым организатором и искусным специалистом своего дела В 90-е годы 17 века Никита успешно торговал железом и был владельцем железоделательного завода В 1702 году царь Петр I отдает Никите казенные верхотурские железные заводы В грамоте того же года мастер именуется уже не Антюфеевым, а Демидовым Позже указом того же Петра I Никита Демидов был возведен в личное дворянство На втором этаже башни стоит аппарат для чеканки монет И каждый желающий может изготовить для себя монетку на память Сейчас буду чеканить себе Демидов Демидов Разжившись памятной монеткой С изображением Демидова на одной стороне и Невьянской башни с другой Я отправляюсь дальше На третьем и четвертом этажах находятся экспозиции, о которых я не буду рассказывать Должны же оставаться загадки в самой таинственной башне России По крайней мере до тех пор, пока вы сами сюда не приедете На четвертом этаже расположена знаменитая слуховая комната Как мне объяснил экскурсовод, ее секрет в строгой геометрии куполообразного потолка Звук от произнесенного шепотом голоса узкой полосой поднимается вверх, а затем опускается вниз по диагонали Демидов придумал сделать такое помещение то ли забавой ради, то ли для того, чтобы, принимая здесь высокопоставленных гостей, иметь возможность подслушать их разговоры Углы слуховой комнаты уже потемнели от количества сказанных слов и прислонявшихся к стенам туристов Еще выше находится часовой механизм Когда-то Акин Федемидов привез эти уникальные часы из Англии Отдал он за них очень внушительную по тем временам сумму И получилось, что этот механизм обошелся ему дороже, чем строительство всей башни Поднявшись на самый верх здания, я увидела раскинувшуюся подо мной панораму Невьянска Красота! Рядом с башней находится памятник Никите Демидову и Петру Первому Благодаря которому простой мастер-оружейник стал самым влиятельным человеком на Урале На этом мое путешествие в Демидовский Урал завершается Я иду дальше осматривать Невьянские окрестности Как все красиво, как благоустроено везде цветы, зелень И даже несмотря на то, что сегодня пасмурный день, находиться здесь очень приятно Рядом с башней находится Спасо-Преображенский собор Его построили новые заводовладельцы после Демидовых Яковлевы Легенда гласит, что они очень хотели построить здание, которое было бы выше Демидовской башни Когда завершилось строительство, оказалось, что нет, не выше И чтобы таки добиться своего, они водрузили наверх вот этот вот большой шпиль с крестом И только после этого собор стал выше Невьянской Демидовской башни И до сих пор вот эта колокольня является одной из самых высоких на Урале Но это лишь одна из версий На экскурсии в башне мне рассказали, что существует и другая При строительстве здания его настоятель сказал Колокольня храма должна быть выше, чем башня Демидовых Велика власть Демидовых, но власть Бога с ней не сравнится Так и соорудили Высота колокольни 64,5 метра Высота башни 57,5 метров У природы нет плохой погоды Даже если с неба моросит А я пришла в сквер рядом с башней, с церковью Здесь находится мемориал Сейчас мы по нему быстренько пройдемся Посмотрим, что к чему И уже будем отправляться в следующую нашу точку маршрута Я вижу красивый памятник с изображением прекрасного солдата Пойдемте посмотрим на него Все самое интересное в Невьянске я посмотрела Немножечко подмокла И теперь отправляюсь в гости к лесному черту Он же Реший Не смешно Да, ну и ладно В общем, по-татарски Реший означает Шу-Ра-Ле Вероятно, что от этого пошло название села Шурала Куда я и отправляюсь прямо сейчас Приехала я в село И оказалось, что местные жители называют его не Шурала, а Шурала Есть еще одна версия, почему оно так называется Якобы Никита Демидов когда-то здесь проезжал И спросил у рыбачившего старичка Мол, откуда речка-то течет А тот беззубый Ему отвечает Шурала То есть Сурала Вот так повелось Шу-ра-ла Главной достопримечательностью И, пожалуй, единственной Села Шурала Является, как там водится, храм Храм Александра Невского На мой взгляд, он выглядит даже чересчур величественно Для такого небольшого населенного пункта Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Героя Советского Союза Вице-адмирала, командующего флотилией Атомных подводных лодок Александра Ивановича Петелина В Шурале он закончил школу После чего переехал на учебу в Кыштым Затем в Ленинград Где и получил специальность подводника Самая яркая страница В биографии Петелина Покорение Северного полюса На подлодке Советский Союз в то время Ненавязчиво искал возможность Нанесения ракетного удара По Америке с Крайнего Севера Петелин дважды выдвигался в этот район И однажды подлодка Удачно всплыла недалеко от Северного полюса За это он получил свое геройское звание Одна из улиц Шуралы Позже была названа в его честь На окраине села На окраине села находится Еще одно примечательное место Я бы не сказала, что здесь Особенно красиво, тем более осенью Но план с проложенным маршрутом Должен был быть выполненным Село Шурала Прежде всего известно тем, что его окрестности Золотоносные В старину оно считалось очень богатым селом Здесь постоянно добывали золото И вторым именем села Шурала Была златница И по сей день здесь добывают Драгоценный металл золото Позади меня находится Нехитрое устройство по его промывке Вот что писал об этих местах Мамин Сибиряк в очерке Самоцветы О несметных богатствах Урала Писано и переписано в достаточной степени Так что уральские сокровища Сделались своего рода банальным выражением Но Урал не на всем протяжении Богат в одинаковой степени И есть уголки, которые даже среди Несметных уральских богатств Выделяются как исключительно одаренные всеми благами Именно по такой площади мы и ехали сейчас И чем ближе подвигались к Невьянску Тем оживленнее делалась развертывающаяся панорама Прямо по сторонам дороги Почти непрерывно тянулись золотые промыслы И мелькали живописные кучки старателей Золотопромывательные машины Глубокие выработки Желтевшие овалы промытых песков И вообще полная картина местности Охвачены золотой лихорадкой Особенно выделялись Рудянка и Шуралинский завод В последнем даже спущен пруд Чтобы выработать золото на его дне Невьянск является центром этой лихорадки Как же все-таки приятно провести целый день за городом Экскурсия, много движения и вкусный обед Вот мой рецепт счастья для выходного дня Надеюсь, мы с вами хотя бы в чем-то похожи До встречи Подведу итог Первый параметр, насколько было интересно 8 из 10 Проверенные экскурсионные маршруты Не зря таковыми являются Я не рекомендую вам посетить Невьянскую башню Я на этом настаиваю Такая поездка будет одинаково интересна и взрослым, и детям Посещение села Шурала подойдет для более теплой погоды А к месту золотодобычи можно близко не подбираться А понаблюдать его издали с дороги Второй параметр Финансовая привлекательность 7 из 10 Дорога, экскурсия и обед Обошлись мне в сумму около 1000 рублей Вполне приемлемо для активного выходного дня за городом Третий параметр Географическая доступность 8 из 10 От Екатеринбурга до Невьянска Около 100 километров Не сказать, что близко, но ведь и не очень далеко Я возвращаюсь домой довольная, несмотря на тучи и серое небо Возвращаюсь в предвкушении удивительных путешествий И новых маршрутов выходного дня План выходного дня – это социальный проект, пропагандирующий уральский туризм Мы надеемся, что после просмотра программы Телезрителям захочется самим съездить посмотреть достопримечательности Урала Если вы разделяете наши стремления, приглашаем стать спонсором наших последующих выпусков Кроме того, поддерживая социальный проект, вы создаете положительный имидж и для вашей компании Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие телезрители! Если вы хотели бы посмотреть выпуск телепроекта «План выходного дня» о каком-то конкретном месте Или же недавно где-то побывали и желаете, чтобы об увиденном вами узнали другие Пишите нам на почту в город.е собакамейл.ру В теме письма укажите план выходного дня Оставляйте свои заявки и мы с удовольствием расскажем о новых достопримечательностях в одном из следующих выпусков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok